В течение нескольких лет у Томаса работает один и тот же водитель, правда? Да. Настолько хорошо, но не всегда. На 84%. И его зовут Михаэль. Михаэль, правда Михаэль. Он очень хорошо знает Томаса Андерса. Да, он очень хорошо знает Томаса Андерса. И насколько хорошо водитель Михаэль знает Томаса, мы сняли на видео несколько дней назад. И сейчас покажем вам. Две недели назад. Когда я в силу профессии нахожусь в дороге, обычно я езжу с водителем. Это стоит того. Это нужда сегодняшнего дня. Это облегчает то, что не надо концентрировать внимание на дорожные движения. Примерно где-то 6 лет назад, где-то так, я встретил Томаса, а до этого возил своего начальника. И я заметил, что мне такая работа подходит, и с тех пор я вожу его регулярно. А какая погода сейчас стоит на Ибице? Очень жарко. Очень жарко. Это плохо или как? Тут было довольно короткое лето. Когда ты снова полетишь туда, ты снова будешь обо мне думать, как всегда? Да, это очень мило. Это словно второй дом, что невероятно важно. И это доверие, которое я, слава богу, испытываю не к каждому. Мы позвонили Михаэлю и сказали, что Томас Андерс здесь, в отеле, чтобы он его забрал из отеля. Но Томас Андерс из него не выйдет, а выйдет Вернер Штокер. И задание для Вернера Штокера следующее. Ты должен подвигнуть Михаэля на то, чтобы он поехал с тобой вместо Томаса Андерса, и по возможности узнать больше о Томасе, чтобы он рассказывал о нем в личной жизни. И для того, чтобы было еще веселее, в твое распоряжение мы даем девушку. Ее зовут Мэнди. Вот и Мэнди. У Мэнди с собой портативная видеокамера, чтобы с ее помощью она осуществляла видеосъемку. А вот и Михаэль. Итак, Михаэль в течение нескольких лет работает моим водителем. Он обычно возит меня, и вполне логично, что он знает про меня многое. Он возит меня не только во время деловых поездок куда-либо, но и лично. Добрый день, я Вернер, а вы? Меня зовут Вернер. Да. Я договорился с Томасом Андерсом. Можем ли мы уже отправиться в путь? Он сказал, что будет позже. Но я должен его подождать. Я думаю, он подойдет позже. Как только он придет, мы поедем. Тогда я уже могу сесть в салон? Да. Наверное, вы меня видели по телевидению, а может и нет. Мне было страшно лгать Михаэлю. Я не знал, как он к этому отнесется. О, милая, все хорошо? Андерс уже готов? Он еще не здесь. Я не знаю, где он. Вот, спроси. Привет. Ее зовут Мэнди. Мэнди? Нужно собираться. Когда мы захотели поехать, он стоял на небольшом расстоянии от меня, примерно 50 метров. Он милый человек. Говорил мне о том, что его машину заказал Томас Андерс. И он не спешил уезжать. Как долго вы знаете Томаса Андерса? Я знаю его уже 6 лет. Я вожу его регулярно, но вас я не знаю. Я сегодня принял звонок из отеля о том, что я должен забрать из него Томаса. И, понимаете, у меня есть задача отвезти его. Может быть, мы поедем? Видимо, ему еще надо выписаться из отеля. Я сейчас все узнаю. Да, спроси, дорогой. Благодарю. Да, понял. А какой из себя человек, Томас Андерс? Приятный. У него довольно приземленная семья. Вы возите его чаще других? Я вожу его очень часто. Поймите, мне просто интересно знать. Он такой человек, что мы вместе стояли в церкви на Рождество. Правда? Невероятно. Да, честно. И тут я подумал, о боже, он не забыл то самое Рождество. Что случилось? Хорошо, пока. В общем, они сказали, что Томас только что собрался. Он давал интервью в газете Билд. Может, мы тогда развернемся обратно и возьмем его с собой? Ведь Андерс уже готов, и ему тоже надо уезжать. Но скажите, что делать? Мы поедем назад к отелю или поедем вместе дальше? Добрый день. Вы свободны? В данный момент нет. Я должен заехать за господином Андерсом. Вы идите на секундочку. Меня зовут Дингер Дюк. Приятного вечера. И сейчас я вам кое-что расскажу. Вас же зовут Михаэль. Да, совершенно верно. Вы ждете... Приятные гости тут у вас. Вы ждете Томаса Андерса? Собственно говоря, да. И автомобиль был вызван с этой семьи. Я должен вас разочаровать. Томас Андерс не придет. Но мне сообщили, что он был здесь. Томас Андерс совсем не сможет прийти. Так как сам Томас Андерс уже давно здесь. Невероятно. Привет, Михаэль. Твой облик невероятно пугающий. То, что это Томас Андерс, я бы и не подумал. Я был с ним в пути около одного часа, но так и не догадался. Конечно, некоторые вопросы касательно личной сферы он приоткрыл. Он просто растерялся. Вот так, когда увидел меня как Андерса. Книжный магазин. Тут пройдет лекция супруги Томас Андерса. Да. Чтение полностью инсценировано нами. Она ничего не знает? Или ты что-то ей сказал? Я просто хотел бы посмотреть, как она со всем этим справится, понимаешь? И это самое главное от Вернера Штокера. Иди на лекцию, садись среди публики, задавай вопросы, которые будут связаны с личной жизнью, если возможно получи от нее достойный ответ. Я скажу, что я большой поклонник Тому Сандерса. Я должен справиться. Но сначала я должен показать девушке, кто я. Санба. Можно я тут присяду? Большое спасибо. Привет, добрый вечер. Сначала мне хотелось бы от души поблагодарить владельца магазина. И сегодня моя первая лекция. И я прошу вас прощения, я еще сделала пару заметок. Итак, это была ее первая лекция. Затем входит этот человек, которого, слава богу, не молодая мать, не беременная леди, которая совсем не имеет ни малейшего представления, видит кого-то из чужого мира, который ее слушает. Главное, у меня не одна детская голова дома, а целых две. Мой муж увидел изменения в своей красивой жене, делающей карьеру, а теперь меняющей пеленки и пахнущей детской кашкой. Мне бы хотелось спросить, я большой поклонник Тома Сандерса. Как это отразилось на Томасе? Он рано вставал? Или как это происходило у вас дома? Меня это правда очень интересует. Вы очень любопытны, я должна вам сказать. Большой эксперимент в финале эксперимента инкогнито. Прямо перед своей супругой Лауди предстанет настоящий Томас Сандерс. Что же из этого выйдет? Мне бы хотелось спросить, я большой поклонник Тома Сандерса. Как в те времена складывалась жизнь с Томасом? Многое ли прояснилось? Он много ездил на гастроли, это были времена модерн-токи, их великим возвращением. Ночи часто были моим временем. Но он правда вставал, и он не жалел сил, чтобы поменять пеленки. Нет, я не верю. Чтобы он свои пальцы опускал в продукты жизнедеятельности ребенка? Если вы хотите так сформулировать... Да, да, если возможно. Слава богу, он отличный человек. Да, в этом я могу вас уверить. Тогда просто трудно об этом подумать. А как он видит вещи? Глядя на него, можно подумать, что он очень утонченный. Но я читал многое в прессе. Я читал, что у него очень глубокие карие глаза и особое обаяние. Таким он может быть. Интерпретация на самом деле интересная. Но, несмотря на это, возможно, я за день его во многом поощряю. Знает ли Александр, кто его отец? Да. Нет, нет, нет. Конечно, он это знает. И я знаю, что ты это знаешь. Вопрос получился забавным. Я думаю, что вы получили достаточно много вопросов. Если вам больше ничего не требуется, вы можете воспользоваться еще одним днем. Я думаю, что почитаю отрывки из книги во время следующего вечера. Тогда я отдаю микрофон, и я от всей души благодарю вас. Милая Клаудия, я на самом деле являюсь поклонником вашего мужа. Можете вы сейчас подписать эту книгу вот так? Моему милому, самому дорогому мужчину. Тогда напишите Вернеру, просто Вернеру. Пусть она будет подписана для Вернера. Вернеру, дорогому Вернеру. Это замечательно. Привет, Клаудия. Ничего не узнаешь? Посмотри. Возможно, вы могли бы ей разрешить дописать. Я радуюсь, я счастлив. Извините, у вас сегодня лекция. Вы получили много вопросов, и сюда пришло очень много людей, и они многое узнали. Мы узнали многое о Томасе Андерсе. Да, вы на самом деле много знаете о Томасе. Вы хотите сказать, что он придет сегодня? Нет, Томас Андерс сегодня находился на съемках в Кельне, и это были съемки передачи «Эксперимент инкогнито». Я пришел сюда, чтобы узнать, насколько эксперимент удался. Все дело в том, что Томас Андерс уже не придет сюда, просто все это время он находится здесь, и даже сейчас он рядом. Так близко, что вы представить себе не можете. Вы меня разыгрываете? Нет. Вы должны внимательно посмотреть. Но этого не может быть. Может он там? Кажется, я уже догадываюсь. Не может быть. Я убью тебя. Эксперимент инкогнито к другу Томас Андерс в университете. Когда ко мне подошел Ингольфлюк, я сразу поняла, что здесь что-то не так. Но я не ожидала такого поворота событий. И они меня просто шокировали. Итак, это была программа «Эксперимент инкогнито». До следующего раза. До свидания. До свидания, Томас. До свидания, Клаудия. Перевод Наталья Маркова, закадровый текст Ярослава Литвинова. Озвучено и переведено в феврале 2013 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова